АПЛОДИСМЕНТЫ Я никогда раньше не думал, что из-за какой-нибудь мелочи может разрушиться большое чистое чувство. Я давно хотела на ком-нибудь жениться, только я стесняюсь этого. Я еще могу познакомиться с девушкой. Ну, дальше чего делать, я не знаю. А Нина оказалась такая смелая, у нас с ней дело далеко зашло. Она даже ко мне один раз домой приходила, и мы с ней целый вечер... Чего ты хихикаешь-то? Ты не про то думаешь совсем. Мы с ней целый вечер арбуз съели. Арбуз был такой вкусный, я четыре куска съела. А потом уже, когда пошел Нину провожать... Понял, что зря столько арбузов. Но было уже поздно. И вот мы идем с ней... А я улицу осматриваю. И кругом только большие дома. А маленького домика нигде нету. А Нина говорит, по-моему, с тобой что-то случилось. Я говорю, нет, ну может. Она говорит, а чего ты все время ищешь? Я говорю, чего-чего? Этот еще. Кулинарную технику. Я говорю, если можно, пойдем побыстрее. Она говорит, ты меня провожать не можешь? Нет, провожать могу. Я медленно идти не могу. Она говорит, ну давай на автобусе поедем. Я говорю, ты что, там людей много. На меня могут надавить нечаянно. Но мы пошли быстрее. Но все равно нету нигде маленького домика. А есть только милицейская будка. Я говорю, товарищ лейтенант, хочу у вас спросить. Только отвечайте потише, а то девушку услышу. Он говорит, а чего вы боитесь? Вы что, преступление совершили? Я говорю, нет, я только готовлюсь. Мокрое дело. Он говорит, не бойтесь. Мы вам этого не дадим сделать никогда. Но мы прям с Ниной добежали до ее дома. Она говорит, пойдем я тебя с мамой познакомлю. Я говорю, мне сейчас только твоей мамы не хватает. Но мы все-таки зашли к ней. А мама говорит, хорошо, что пришли. Пойдемте чай пить. Я говорю, ну чего я вам сделал-то? Она говорит, ну не хотите чай, давайте арбуз кушать. А чего дальше было, я даже описывать не буду. Продолжение следует... Продолжение следует...